Люди в костюмах и белых касках, осматривающие конструктивные элементы моста, общественники и депутаты. Именно так выглядит предытоговая проверка самой важной стройки Ярославля. Осталось завершить надвижку, после чего можно будет приступить к асфальтировке и благоустройству прилегающей территории. И также, когда мы закончим бетонные работы, мы приступим к выполнению ливневой канализации, чтобы водосбор с площади моста осуществлялся не в реку Котросль, а в очистные колодцы. Арматура чистится. Если какие-то ржавчины просматриваются на отдельных стержнях, я вот лазил, смотрел, они очищаются. И это все реально. И ни о каком ржавом металле, который идет под бетонку, речи быть не может. Автодорожный мост через Котросль является важной транспортной артерией федерального значения. Связывает Ярославль с окружной дорогой, являющейся участком трассы М-8. Активное строительство началось осенью прошлого года. Ремонт был крайне необходим. Об этом глава региона Дмитрий Миронов рассказал на встрече с президентом страны Владимиром Путиным. Губернатору удалось договориться о поддержке проекта федерации. Стоимость проекта более 600 миллионов рублей. Подрядчик и мы все головой отвечаем и перед жителем города Ярославля, и перед правительством области, и перед губернатором. То есть в отношении качества выполненных работ тоже у меня сомнений нет никаких. Объект действительно серьезный. Таких мостов, честно говоря, редко они встречаются. Подрядчик, который работает на данном объекте, тоже впечатление неплохое о себе оставляет. Поэтому надеемся, что работы будут проведены в установленные сроки. Проверили собравшуюся и проектно-сметную, и техническую документацию. В конце июня, перед окончательной сдачей моста, инспекторы обещали провести еще одну проверку. Уже итоговую. Дарья Боговина, Сергей Мазилов. День в событиях. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...